Регулярного сообщения Петрозаводск-Йоинсу пока не будет. 28 декабря отправится пробный рейс. Что дальше? Мы спросили у московского перевозчика. Смертельная находка. Целый склад боеприпасов и огнестрельного оружия обнаружен в Суаярском районе. Средняя зарплата у артистов оркестра 12 тысяч рублей. Душа артиста не выдержала. Солист музыкального театра пожаловался президенту на нищую жизнь труппы театра. Вы смотрите новости на телеканале Ника Плюс. В студии Марина Кабатюк. Здравствуйте. Целый склад боеприпасов и огнестрельного оружия обнаружен в Суаярском районе. За незаконное хранение и продажу арестовано 6 человек. Жители района. Сотрудникам Карельского управления ФСБ удалось обнаружить целый склад незаконного боевого оружия. В арсенале оказалось 5 единиц огнестрельного и 20 единиц холодного оружия. Граната и 6 взрывчаток. А также более 5000 боеприпасов. В настоящее время изъятое оружие направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение об уголовном преследовании. Сейчас в незаконном хранении и сбыте подозреваются 6 мужчин, жители Суаярского района. Согласно законодательству, им грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы. Регулярного железнодорожного сообщения Петрозаводск-Юинсу пока не будет. 28 декабря отправится так называемый пробный рейс. В дальнейшем поезд будет ходить только при наличии спроса, а именно заявок от туристических фирм. Что это значит, мы спросили, позвонив в московскую компанию федеральных пассажирских перевозок. И также поинтересовались, а сколько будет стоить билет до Йоинсу. Первый поезд отправится от железнодорожного вокзала Петрозаводска 28 декабря. Утром следующего дня пассажиры прибудут в Йоинсу. На экскурсии, прогулке и шопинг будет ровно день. Вечером поезд отправится обратно. Это будет пробный рейс, а регулярном сообщении пока речи не идет. Если поездки будут востребованы из Петрозаводска в Йоинсу, мы можем назначать такие поезда по заявкам туристических фирм. В то время, когда им удобно набрать туриста. В дальнейшем мы будем изучать спрос населения. Если будет спрос на такие поезда, следующим этапом реализации проекта станет назначение туристических поездов выходного дня. Поезд выходного дня будет отправляться в пятницу. В воскресенье пассажиры возвращаются в Петрозаводск. Но пока и о таких рейсах в компании пассажирских перевозок говорят с осторожностью. Вообще здесь ждут, будет ли спрос на подобную услугу. Он, конечно же, будет зависеть от цены. На некоторых новостных лентах уже появилась информация о стоимости билета в 3 и даже в 4 тысячи рублей. В Москве такие данные опровергли. Не стоит верить пока вот этим цифрам, которые в интернете озвучиваются, поскольку тарифы только-только начинаем считать. На минувшей неделе власти Петрозаводска демонтировали 7 незаконно установленных гаражей. Но это еще не все новости для автомобилистов. В ближайшем будущем мэр предложил ограничить парковку на улице Горького. За минувшую неделю на городских дорогах зарегистрировано 6 ДТП и более 2000 нарушений ПДД. В том числе и нарушения правил парковки. В связи с этим глава города обратил внимание на улицу Горького и попросил сотрудников ГИБДД ввести ограничения для автолюбителей, которые паркуются сразу на двух сторонах улицы и мешают уборочной технике. К слову, о чистоте и порядке на минувшей неделе беспокоились особо. Администрацией были демонтированы 7 незаконно установленных гаражей и 1 торговый павильон. Отчитались и представители ПКС. Для городских сетей неделя прошла без катастроф, но с приключениями. По электрической части было одно серьезное повреждение на подстанции 1 в городе Петрозаводске. Отключалось одновременно несколько фидеров на незначительное время, но это привело к тому, что у нас останавливаются насосные станции. И по водоснабжению за прошедшую неделю было пару серьезных повреждений, где поставались без водоснабжения на длительное время. В одном случае школа, березы Ролея 23 и жилые дома. Там нам повредили водопровод сторонней организации при производстве своих работ. Ну и пока некоторые горожане страдали без водоснабжения, жители дома по улице Лыжной боялись, что их наоборот затопит. На протяжении нескольких недель хозяева квартир наблюдали, как вода подбирается к их жилищам. Самодельные мостки – это все, что смогла предложить жильцам этого дома и их управляющая организация «Петрогидск». К их квартирам подбирается ледяная вода. Уже полностью затоплен первый этаж подъезда. На очереди – квартиры. Вода, видите, уже с подъезда вообще не уходит. Вот третью неделю мы так живем. Сказали, что это сточные воды, грунтовые, и ничего они сделать не могут. И вот как жить дальше? Я не знаю, может, вы поможете как-то? Я не знаю, что делать больше. Этим домам не повезло ни с управляющей организацией, ни с местоположением. Они находятся в самой низине. Все водные потоки, направленные вниз по Ровио, заливают их двухэтажку. Недавно вот копали тут яму, так вода текла. Они все бросили, как говорится, закопали, и ладно. Сказали, что родник. Какой тут мой родник? Не смотрят ничего власти. Он только руками машет. Они обращались в диспетчерскую службу города, звонили в управляющую организацию, но пока их усилия остались тщетными. Более того, все самодельные мостки, направленные в квартиры, наполовину сгнили. Жители, уходящие под воду двухэтажки, обращаются к городским чиновникам. Кем уже себя считать? Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал Ника+. Солист музыкального театра Илья Дмитриев написал открытое письмо президенту. Подтолкнуло его к этому безденежье. Илья Дмитриев утверждает, артисты театра вынуждены работать на нескольких работах, чтобы прокормить семью. Но чаще всего они просто покидают театр. Не вынесла душа артиста. Илья Дмитриев, солист музыкального театра, написал президенту, что служители Мельпомены Италии, его родного города, еле-еле сводят концы с концами. Лучшие уезжают в другие театры, где платят больше. Уезжают, не дождавшись обещанного. Ведь на зарплату, которую нам платят, прожить нереально. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то к финансовому кризису в театре добавится и кадровый кризис, так как работать к нам никто не пойдет. Средняя зарплата у артистов оркестра 12 тысяч рублей. Вот решайте сами. С хлеба на воду или с кваса на хлеб. На местном уровне решить вопрос не получается. Руководство театра что-то изменить бессильно. Более того, признается Елена Ларионова, текучка профессиональных кадров для них одна из самых сложных проблем. Сразу заиграть ни один музыкант не сможет в оркестре. Это тоже нарабатывается со временем. И когда оркестр уже звучит, кажется, вот он звучит уже, хорошо звучит. И мы понимаем, сколько в это труда вложено и музыкантов, и концертмейстеров, и дирижеров. Человек находит себе другую возможность, потому что его профессиональный уровень уже требует другой оплаты. Обиду артистов понять несложно. Сил и желания творить у них хватает. Но начинания разбиваются о необходимость экономить. Например, балет «Золушка», который сейчас претендует на премию «Золотая маска» сразу в семи номинациях, мог бы и не появиться на сцене. Денег на его постановку в казне Карелии не нашли. Создан он на средства московского благотворителя. Напрашивается вопрос, а зачем тогда вообще нужно было тратить миллионы на восстановление театра, если в дальнейшем пустили все на самотек? К сожалению, театр выживает, как может. Зарабатывает на свое обслуживание театр, кажется, всеми возможными способами. Благо, что фотосессии теперь пользуются большой популярностью. Знают о плачевном состоянии театров и министр культуры, и глава Карелии. Но воск, как говорится, и ныне там. Я-то убеждена в том, что здесь нужно, безусловно, проявить волю какую-то, потому что если отмахиваться от этой проблемы, если откладывать ее все время куда-то на потом, то в один прекрасный момент мы очнемся, и у нас ни в одном театре не будет полноценного творческого коллектива. Письмо артиста Ильи Дмитриева, видимо, уже возымело действие, и, видимо, не такое, как он рассчитывал. Сегодня солист театра разослал во все СМИ пояснения. Я не обвиняю театр и его администрацию, а сетую на плохое финансирование, в связи с которым у работников театра низкие зарплаты, да и те временами выплачиваются частями. Всех, кто на самом деле хочет разобраться в ситуации и прочитать полную версию открытого письма президенту, артист просит посетить его сайт. Ольга Пименкова, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Это новости на телеканале Ника+. Мы продолжаем. Артисты Национального театра перевернули еще одну страницу. Она оказалась каменной. Листы каменной книги – новый спектакль по знаменитой повести нашего соотечественника Александра Леневского, который поставлен при грантовой поддержке Министерства культуры России. Кстати, в постановке участвуют не только артисты. Главную роль доверили непрофессионалу. Почему, расскажет Илона Румянцева. Для Андрея Дижонова пока что финский похож и на рычание зверя, и на пение птиц. Правда, режиссер усиленно учит язык, на котором сегодня ставится спектакль. Мы стараемся, чтобы он звучал медленнее, точнее, не убыстрять, как все современно пытаются все пробалтывать, а как раз, чтобы он рождался здесь. Он рождался, как будто они говорят первый раз на этом языке. По звучанию финский ближе всего к природе, считает постановщик, ведь это язык охотников и рыболовов. Ему как раз нужно было добиться такого эффекта, ведь речь идет о первобытных временах, когда человек никуда не спешил, и дела его были просты и несуетны – убить зверя, победить врага, остаться в живых. Помогают и мешают ему шаманы и колдуны, подчас прекрасные. История, конечно, сложится, безусловно, но пока я не могу понять, о чем мы вообще рассказываем. Негде разгуляться моей душе. Зато здесь есть где разгуляться фантазии режиссера. В конце концов, точно ведь никто не знает, как жили люди пять тысяч лет назад. Поэтому получился спектакль-эксперимент. Дежонов смешал Станиславского с Мейерхольдом, да еще и взял на главную роль не артиста. Ему была важна естественность и неумелость, ведь и юноша Льок оказывается в несвойственной для себя роли. Тимофей работает в администрации театра и думать не думал, что свалится на него такое счастье. Да, я хочу это попробовать артистом. Я же все-таки работаю в театре, есть такая возможность. Может быть, это единственная возможность в моей жизни. Кстати, чтобы создать массовость племени, Дежонов пригласил в постановку и студентов консерватории. Спектакль расскажет о столкновении человека с природой, ну и, конечно, о том, какие светлые и темные стороны он может обнаружить в себе, если речь зайдет о жизни и смерти. Премьера состоится 24 и 25 ноября. Илона Румянцева, Александр Борисов, телеканал Ника+. Уже несколько лет рекламное агентство «Прома» изготавливает и размещает телерекламу финских компаний в Карелии. Недавно они вернулись из Восточной Финляндии, где в качестве экспертов приняли участие в авторитетной международной бизнес-конференции. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. О новости к этому часу все. Всего вам доброго. До свидания. Число наших соотечественников, которые отправляются в Финляндию на отдых, лечение и за покупками, растет из года в год. В этой связи особую актуальность приобретает доступность информации о товарах и услугах, которые финская сторона может предложить российским гостям. В рамках международной бизнес-конференции в научном центре города Йоинсу рекламное агентство «Прома» совместно с постоянным финским партнером компании «Идеал Майнос» провело презентацию своих рекламных возможностей. Это очень значимое мероприятие для финского бизнес-сообщества. Именно растущий интерес к российскому потребителю и, соответственно, к телевизионной рекламе в России позволил нам пригласить наших эксклюзивных партнеров в Карелии – топ-менеджеров рекламного агентства «Прома» Олега Иванова и Юлия Маринову. Данные опросов и исследований, подготовленные по заказу «Прома» лидером в области медиабизнеса компании «ТНС Россия» позволили представителям финского бизнес-сообщества лучше сориентироваться в российском медиаконтенте. Формат мероприятия, организованного на высоком профессиональном уровне, способствовал открытому диалогу, где в свободной обстановке деловые люди могли обменяться мнениями, комментариями, экспертными оцентами. Значение российских потребителей для сферы торговли и сферы услуг в Юинсу весьма значительно. Поэтому наша цель – обеспечить как можно более хорошие условия для клиентов из России, как в Юинсу, так и на территории всей Финляндии. Вхождение Российской Федерации в ВТО предъявляет новые высокие требования к ведению бизнеса. Думается, что в условиях такой жесткой конкуренции, в том числе со стороны Финляндии, услуги по изготовлению и размещению рекламы на федеральных телеканалах, ресурс которой предлагает только «Прома», будут еще более востребованы у карельских предпринимателей. Я могу от этого сказать, что где я работаю в Финляндии, они ролик сделали, и мы на работе прям смеемся, потому что у нас какой-то день, но есть такие день, что просто русские придут туда, и мы смеемся, что мы в Финляндии, у нас в Финляндии магазин, а здесь только русские ходят.